Показывайте. Запомнили? Да. Хорошо, запомнили? Да, конечно. Я убираю ее четко в середину колоды, размешиваю. Все по-честному. Соответственно, вероятность того, что я найду в колоде именно вашу карту, ну, очень маленький, очень маленький. Но я постараюсь это сделать. Думаю, что это ваша карта. Назовите ее. Девять крести. Девять крести? Да. Девятка крестей ваша карта, да? Да. О, как? Это карта хамелеона. Я поняла. Да-да-да. Вой голос реагирует. Соответственно, трюк, который я вам показывал тогда на камеру, это амбициозка. То есть девяточку. Вашу карту выполненную кладем четко вниз. Она становится верхней. Окей? Я более визуально сейчас вам покажу, чтобы вы поняли, как это происходит на самом деле. Я возьму карту и немножечко ее согну. Соответственно, вам за ней наблюдать будет очень просто. Вот она. Собака. Раз, два, три. Ой. Девяточка, да? Неплохо, правда? Блин, я теперь тоже начинаю бояться. Хорошо, сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас ты умрешь. Самый любимый карточник. Привет. Окей? А почему ты такой смех? Это нервное. Это нервное окончательно. В смысле, да. Это реально нереально просто. Это реально нереально. Все такое на картонах. Берлежки, пацаны. Две дамы, две красные дамы. Я отложу их в сторону. Вы опять же сделаете то же самое процедуру, но делаем другим образом. Я буду пролистывать и восстановить. Стоп. Здесь, да? Запомните эту карту. Запомнили? Да. Ух, молодец. Размешаю, чтобы все сомнения... Ух ты. Я думаю, еще раз карту выбирать. Потому что я лоханулся. Как бывает. Еще разок. Стоп. Не та же самая? Нет. Жаль. Соответственно, ваша карта не сверху, ваша карта не снизу, верно? Нет. Я не зря отложил две дамы, потому что именно благодаря ним я чаще всего нахожу вашу карту в колоде. Две дамы, две красные. Внимательно смотрите. Одна дама испарилась. Еще разок. Полностью испарилась с колодной. Ну, не полностью, кстати. Там что-то было мелькнуло, по-моему, да? Да. Дамочки перейкнули. Вау. Вау. Блин. Хорошо. На камерную месту, право на кае. Вау. И описывай все, что она говорит. Сейчас я вам предмотруюсь.